Тепло и счастье! Я дарю счастье каждому по очереди! Видео создано благодаря моим прекрасным бустерам. Огромное вам спасибо. И сегодня у нас пересказ, который лично я назвал лучшим за последние полгода. А потому что он получился довольно-таки прикольный. Картина под названием «Современная история любви» и окей, фильм начинается. Ясность мысли рождается не из ясных представлений, а из осознания неясного. К.Г. Юнг Вот и думай головой. Знакомьтесь, дом наполненный подростками, которые пьют, курят и бутся. Но тут все не так уж и просто. Посмотрите, одни в постели, другой снимает и казалось бы все абсолютно нормально, но вот этот чел! Сзади него довольно интересная картина. Он сидит и играет в консоль, больной ублюдок. Ладно, как вы поняли, в этом доме весело. Но все это произойдет лишь через две недели. А сейчас... Сейчас мы познакомимся с двумя подружками. Можно сказать, сестричками. Это Джорджи и... Ла-и-ти-ти-ти-ти... Блядь. Короче, давайте звать ее Лея. Лея и Джорджи не разлей вода. Они все время проводят вместе. Им бесконечно весело. Джорджи зовет Лею на пляж вместе потусить с компанией. И та соглашается. Конечно же, ей приходится отпроситься у отца, и тот ей доверяет. Поэтому говорит, ладно, можешь идти, но только до 11 часов. Э, вот подружки отправляются на пляж. Там уже ждут пацаны. И вот такая веселая компания. Чуваки друг друга любят. Девчонки друг друга любят. Бегают, купаются голышом. Ну, прекрасно. Ну, замечательно же. Лея даже не заметила, как время пролетело. И вот, вернувшись домой... Лея получает люлей от Бати. Но ничего, на утро уже все вроде как нормально. И еще просто хочу держать вас в курсе. У Леи есть сосед Габриэль. Он ее одноклассник. Ну, ладно, просто держите это в голове. Итак, внимание. Джорджи встречается с Алексом. У Алекса есть друг. У Джорджи есть подруга Лея. И вся эта компашка отправляется домой к Алексу. Потому что родаки у него уехали. Живет он один. Дом свободен. Миллионы лет эволюции. Все ради прыгающего члена. У Алекса дом, стоит признать, просто охерительный. Он огромный. Еще у него есть бассейн. Куда он, кстати, идет. И... Пф. Включает видео с Сашей Грей. Показывает девчонкам, показывает корешу. А они начинают разговаривать про всякие там органы. И рыжий ап решает... Хе-хе-хе-хе-хе. Ох уж этот взгляд Леи. Не, ну а что, после увиденного и не такое вспомнишь. Ну да ладно. Джорджи тут решила пойти в дом. За ней пошел Алекс. И знаете, что он сказал про Лею? Все. До чего страшна эта Летиция? А-а-а, Летиция. Ну да ладно, неважно. Все равно будем звать ее Лея. Джорджи и Алекс времени не теряют. А Лея... Ну вот с этой пародией на Рона Визли она сидит, а он... Проявляет какие-то знаки внимания. Руку вверху убили! А Рыжий предлагает пойти в дом. Лея соглашается. И тут они застают своих друзей. Прямо в постели. А, тут такое дело. Лея как бы еще невинна. Эээ, вообще не особо-то ей хочется с этим Рыжим тусить. Но вот посмотреть на подругу. За милую душу. А, че там по поводу Габриеля? Парнишка, если что, нелюдимый. У него есть на это причины. Эээ, как он вообще развлекается? Это находит какие-то рейфки, слотные тусовки, врывается туда и... И все. Лея отвозит Джорджи домой. И я тут немножечко ошибся. Извините, каюсь, но переделывать уже не буду. Короче, Джорджи не встречалась с Алексом. Они вот только что поебались, грубо говоря. И она записала его в свой дневничок. Интересно, что это за имена? Вот это школа, какие-то там уроки, какой-то Дон Кихот. Какой Дон Кихот? У нас забот полон рот. В общем, девчонкам это абсолютно, как вы понимаете, неинтересно. Ну, учиться надо. Дома, кстати, у Джорджа полноценная семья. Мама, папа и даже младший брат. Ээ, все равно с ними особо тусить не хочется. Хочется Клеи. И вот, когда Джорджа шла Клеи, она заметила на себе взгляд Габриеля. Естественно, спросила у подруги, а что за мальчик? Ээ, говорит, да это Габриэль. У него, короче, когда отец в аварию попал, он стал нелюдимым. Да и вообще с ним скучно. Он, наверное, вообще неинтересный. Но Джорджа почему-то стало интересно. Поэтому, говорит, пошли, пошли, давай с ним поговорим. Габриэль сидит, пишет музыку. И тут его отвлекают две шмакодявки. У тебя чинюзак? Можно послушать? Ну ладно, окей, они врываются в дом, падают на постели. Говорят, врубай свой трек. А может не надо? И вот во время прослушивания трека Джорджа не отрывает взгляд от Габриеля. У меня аж страшно стало. Лея тоже заценила талант Габриеля, даже сфоткала его и выложила в инспу. И вот уже в школе, вы же еще помните, что Лея и Габриэль одноклассники, она его увидела, написала, мол, а давай вместе поедем домой. Он сказал, окей. И как бы нихрена, они вместе не поехали домой. Она все равно на мопеде, он на велосипеде. Как они там собирались ехать, я не понимаю. Но вот уже возле дома Лея старается начать с ним разговор, однако он убегает, потому что у него дела, 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 дела. И в принципе реально дела-то имеются. У него батя инвалид. И ему нужно там его мыть, помогать, ну, все вот эти штуки. Аликсу без конца написывает и названивает Джорджа. Но он занят важным делом. Он смотрит на Алину Кабаеву. Гимнастка из России. Алина Кабаева. Ну так что там с Джорджа? Ай, ну спустя семь пропущенных он и так быть берет трубку, говорит, да, у меня там телефон лагает. Все, она ему стала неинтересна. Она ему стала неинтересна. Но так как у нее грустный голос, он говорит, а можешь ко мне прийти, если хочешь, конечно, да. И тут же он звонит своему рыжему корешу и говорит, приходи, братан, давай потусим. Более того, так как Аликс живет один, он предлагает рыжему корешу вообще переехать к нему. Они начинают веселиться из-за того, что... О, привет, Джорджа. Ну, конечно, не этого она ожидала, когда шла к Аликсу. Сидят, смотрят телек. Но через какое-то время переспать им все равно удалось. И, кстати, если что, все сцены будут в телеграмме, да-да. Пока что они там лежат, а общаются, да неважно. Ситуация интересна тем, что Джорджа, ну вроде как реально там что-то влюбилась в Аликса, да. И вот она видит его в школе через окно, решает ему позвонить. Он же говорил, телефон лагает. Ааа, не лагает. Он просто ее игнорит. Вот так вот он и разбивает Джорджи сердце. Затем она встречается с Леей, и оказывается, Аликс скоро устраивает тусовку. Вот только Джорджи говорит, что не придет. Лея спрашивает, а что такое? Да я его бросила. Он вообще... Да вообще он педик. Он с Никитой, скрытые гомики. Отсасывают друг другу перед телевизором. А Никита, когда выпьет, такая сучка. Но вот когда Лея говорит, зря ты бросил Аликса, он же красавчик. Джорджи сразу, сразу говорит, а он тебя уродиной назвал. Вообще стрёмный шлюх. Он такой красавчик. Даже не мечтай, он считает тебя уродкой. Ну, уродка не уродка, а на тусу к Аликсу она пришла. И тут он бац и начинает проявлять какие-то знаки внимания. Они поднимаются наверх, и вообще он начинает прям к ней лезть. Она говорит, а что ты? Я же уродка. Что ты такое говоришь? Тогда ты бы меня не возбуждала. А, ну тогда ладно. В общем, всё бы ничего, если бы на эту тусу не решила заявиться Джорджи. И вот пока Лея ломается, что ну как-то некрасиво перед Джорджи получается. Однако, ну в принципе, я не особо-то и против. На первом этаже Джорджи ищет Аликса. И вот они встречаются, потому что Аликс пошёл за гондонами. Так а вот зачем он же и сам гондон? У меня не хватит на тебя сил. И не хочется мне. Джорджи расстроена, но она ещё не знает, кто в той комнате лежит и ждёт Аликса. Кстати, презерватива он так и не нашёл, и решил, да и хер бы с ними. И вот пока Лея лишается девственности, к Джорджи клеится рыжий ап, ещё и даёт ей какие-то наркотики. Ну если чё, он ей не подсунул их, а просто предложил. А она согласилась. Настроение понемногу выравнивается, и тут Джорджи предлагает безбашенную игру. Знаете, вы никогда не играли в такую игру. Бутылочка. Господи, какой разврат. Ну ладно, тут какая-то бутылочка модифицированная. Типа, те, кто... И надо ей... Короче, они все перетрахались. А главное, Джорджи переспала с рыжим. И тут что, получилось превентивная, измена на изм... Ой, так, чё-то я запутался. А знаете что ещё? Аликс записал Лею на видео. Вот ей будет весело, когда вся школа это увидит. Но это я так подумал при первом просмотре. А на самом деле, Лея не то чтобы против. Она наоборот даже за. А она, может быть, даже и хотела бы, чтобы кто-нибудь увидел это видео. Она сама это говорит Алексу. Ну и этот момент обязан был настать. Джорджи видит Алекса, видит свою подружку. Всё. Дружба закончена. Сама сказала, что тебе на него плевать. Заткнись, дура. Ай, какая драма. И чтобы у вас от такой драмы сердце не разорвалось, нужно посмотреть рекламу. И послушать о Максе, который уже больше пяти лет зарабатывает на трейдинге. И помогает новичкам и профессионалам разобраться в этом нелёгком ремесле. Каждую неделю в его ТГ-канале проводятся бесплатные марафоны по заработку от 100 до 2000 баксов. За пять дней. Также у Макса есть Ютуб-канал, на котором каждый день выходят обучающие ролики. По мнению Макса, профессия трейдера займёт топовую позицию в 2024 году. И если ты хочешь быть в курсе уже сейчас, то смело обращайся к нему, ведь он очень открытый и добрый чувак. Ссылка, если что, в описании. Кстати, когда Джорджа возвращалась домой, она застала Габриэля, ну, на этой рейф-тусовке. Ничего не поняла, я тоже не понимаю, что они делают, но, возможно, это весело. Либо они под кислотой. Итак, что же придумал Алекс и его кореш? Вы будете удивлены. Они создали сайт, куда решили выкладывать видосы с девчонками, с которыми они переспали. Но прикол в том, что сайт под паролем, и только вот избранные могут туда зайти, да, и выложить видосик. Вот такие вот дела. И тут Лея скидывает видосы участием. Шесть вагонов сошли с рельсов. Один перевернулся на путях. Я хочу сказать бате лишь одно. Твою дочку ебут нахуй! Ну, опять-таки, вы посмотрите на реакцию Леи. Она довольна, ей по кайфу. Всё вообще нормально. Сайт понемножку начинает заполняться контентом. Плюс, так всем понравилась эта игра, вот, которую придумала Джорджа, что надо бы ещё раз собраться. А вот Габриэль потихоньку начинает влюбляться в Джорджа, что-то постоянно сидит у неё на страничке, чекает фотографии, но... И вот влекает мать. Нужно помыть отца. Эм. Теперь мне стало грустно. Ладно, возвращаемся к Аболтусам. Они снова собирают тусовку. Они уже называют это Бэнг Гэнг. И слоган этой тусовки звучит так. Все со всеми, в разных позах, туда-сюда, вообще пизда. Алик с родителем говорит, что всё замечательно, за домом слежу, проблем нет. А у самого тусовка начинает и начинает набирать обороты. Приходят всё новые и новые люди. Самый прикол в том, что тот, кто придумал эту игру, свингер-оргию, ну, Джорджа, она на них больше не ходит. Итак, Лея встречает Габриэля и предлагает ему попить сачка. Но тот и не отказывается, и она расспрашивает его, а чё ты к нам на тусовки не ходишь? Там такая свобода, так всё там здорово и классно. Приходи, приходи. Но Габриэль говорит, да я как бы вообще в такие тусовки особо не хожу. Лучше буду сидеть и пердеть дома. Но всё-таки Лея не отчаивается и ещё раз через смс-ку приглашает Габриэля. Также пишет Джорджа, всё-таки они подруги. И она говорит, да чё мы, я хочу тебя увидеть, давно не виделись, давай приходи тоже к нам на тусовку, всё будет ништяк. Ну и Джорджа приходит, вот только с Лея на общаться не собирается. Поднявшись на второй этаж, она застаёт картину, как Алексу делают, ой, ну не, оу, 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 оу. В общем, всё это увидев, ей становится плохо и она решает, да пошло всё в пи... Она решает пойти во все тяжкие, бахает что-то запрещённое невероятное, её просто мажет, убивает. И она в состоянии алкогольного и наркотического опьянения решает обслужить всех мужчин в этом доме. Да, вот так вот. Я дарю счастье каждому по очереди. В очередь, сукиры дяди, в очередь! Да, дела, дела. Ну и вот мы подошли к самому началу фильма. Вечеринка у Алекса дома, гуляет весь район, гуляет вся школа, он выходит, о, бывшая девушка. Но на самом деле, кажется, он уже сам немножко подзадолбался от всего этого, идёт и падает в бассейн. Ты не заебался? Итак, пока у Джорджи перекур, приходит Габриэль. И, конечно, она его сразу хватает, ведёт в комнату. Но тут как-то немного напряжён, однако она весь стресс снимает. Короче, да, всё, они переспали. Ммм, круто. Ну и ваша вечеринка гнильё, кто-то перепил и блюёт, поэтому Габриэль и Джорджи валят оттуда. Он её до дома провожает, вроде как симпатию испытывает. Братан, знал бы ты, что было в доме. Да ладно, сейчас узнает. Что там? Кто-то выложил Джордж в Ютубе. Так, ну сразу минус 5 баллов за реализм. На Ютубе, если что, такое выкладывать точно нельзя. Эй, вот Габриэль видит. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Твои Джорджи ебут нахуй. А вообще, я удивлён, что только сейчас кто-то слил видео. На самом деле, это бы произошло гораздо раньше. Ну и, конечно, начинается кибербуллинг в школе. Всё, да, шлюх. Получишь по морде, дура. Нет, ну что это такое, вы посмотрите. Ютуб такого бы не пропустил. Я-то уж знаю. Ну, в общем, малютка Габриэль вдоволь насмотрелся. Хе-хе-хе. Его Джорджи. Ну, что тут сказать, что сказать. Ну, тилт. Двойной тилт у Джорджи. И вот приходит Габриэль. И он не отворачивается от неё. А говорит, что, ты вообще видела видос? Ты где, посмотри, тебя там... Ладно, ладно. Он просто говорит, ты видела этот видос, надо его удалить. Ты понимаешь? А что я могу сделать? Руки она уже опустила, но Габриэль говорит, что найдёт парня, который выложил этот видос, и заставит его удалить. Не, умён не по годам. Но разве не то, что попадает в интернет, навсегда остаётся в интернете? А Алекс таки после всей этой бурной дресни... Заебался? ...начал убираться и даже попросил свалить рыжего друга. В общем, всё. Всё. Хорош. Знать не знаю, каким образом Габриэль вычислил парня, который выложил видео, но он реально заставил его удалить. Спасибо. Ай, как мило. Да и как бы всё, фильм пора заканчивать. Вот только начинается кое-что интересное. Джорджа как-то не по себе. Она выходит в туалет, блюёт херово-херово. Идёт к гинекологу, и тут... Симптом сифилиса. Венерической болезни. Сифак. Самая главная комедия заключается в том, что они же там все между собой, и... Просто они все заболели. Тупо полшколы идёт к венерологам, гинекологам. Ну и тут вообще начинается прикол. Сколько у вас было половых партнёров? Всего одна. Ни одного. Я девственница. Три или четыре. Не больше. Ай, в общем всё. У каждого там букет, но не цветочный. Ну, разве что Габриэлю более-менее повезло, у него гонорея. Вот, ну ему там быстренько всё это вылечили. Кстати, по поводу Леи, у которой ни одного партнёра полового не было. Ну, видимо, непорочное зачатие, потому что она беременна, оказалось. Да, дела-дела. Ну, одна таблетка всё решала. Все родители всё узнали, всё досконально. И вот, например, Габриэля отец порицает, не понимает, но всё же не отворачивается от сына и такой, ну, как бы, блядь, ну ладно, окей. Хотя, да пиздец. Интересно, а как отреагировали родители Джорджи? Отправляю тебя в интернат. Я тебя не выношу. Убери руки. Всё, ёпта, в детдом. Алексу, по идее, кстати, должен был достаться самый пышный букет. И, в принципе, да, у него там полная жопа по здоровью. Да и репутация подмочена. Ну, в общем, он решил свалить туда, к родителям, куда-то в Египет, и всё. До свидания. Что по поводу Леи? Ну, отец, когда узнал обо всём, они просто решили уехать. Кстати, Лея больше никогда в жизни не видела ни Габриэля, ни Джорджи, ни Алекса. Да и вообще, весь этот период был как будто бы во сне, и она старается как можно дальше от этого абстрагироваться. Но хоть батя от неё не отвернулся и не решил сдать в интернат. И тут самая интересная сюжетная линия. Габриэль, узнав, что Джорджи выгоняют из дома, взял манатки, и они вместе уехали в Париж. И там сняли хату, ебались и наслаждались друг другом. Всё, всё вообще по кайфу. Вот на этом фильм и заканчивается. Ну, как вам данное кинопроизведение? Понравилось? Мне лично очень понравилось пересказывать. Это было потрясающе. Единственный тилт в том, что мне сейчас пришлось заблюрить. Блин, очень много моментов. Если вас интересуют сцены, вы и так знаете, где они? В Телеграме. Знаете, классическая неделя как будто вдыхает в меня новую жизнь. Мне так это всё нравится. Я не знаю, это просто супер. Короче, по поводу следующего фильма. Сегодня на бусте он, к сожалению, не выйдет. И вообще, неделя классики. Это не значит, что я буду каждый день выкладывать. И вообще не значит, что это будет длиться неделю. И вообще, может быть, навсегда? Ладно, посмотрим. Следующий фильм про 16-летнюю девушку, которую выдали замуж насильно за своего кузена. Вот так вот. Вот и думайте головой. Уже интересно? Мне лично, да. Надо будет посмотреть, что там такое. Ну, по крайней мере, по синопсису интересно. Большое, огромное, гигантское спасибо за просмотр. Надеюсь, я вам поднял настроение так же, как я поднял его себе. Ждите новых видосов. Спасибо огромное моим бустерам, которые меня поддерживают. Ждите новых видосов. И не забывайте. Всех обнял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова